Выставка работ палехского мастера Николая Лопатина открылась в Ивановском художественном музее. Лаковая миниатюра, панно, книжные иллюстрации. Неповторимый и хорошо узнаваемый почерк автора с одной стороны и лучшие традиции палехских классиков с другой. Это вот такое красивое построение пространства, виртуозная изощренная линия, контрапост фигур, ракурсов, жестов. Очень красивый и необычный цвет. Многие отмечают, что Лопатин использует предельно контрастные и предельно большие цветовые плоскости. Николай Лопатин невероятный трудоголик. К творчеству приступил в конце 60-х годов прошлого века. На выставке в художественном музее представлены работы последних лет. Завершив преподавать в Палехском художественном училище, творит он теперь день и ночь. Я уже на протяжении 4-х лет работаю с 3-х часов ночи. Где-то по 20 часов. Ну, с небольшими перерывами, конечно. И у меня, не знаю, такой, я уже сказал, какой-то период получился. Работаю ни за одной, мне хочется ту же другую быстрее сделать. Особенное место в творчестве Николая Лопатина занимает иллюстрирование художественных произведений. Так автор видит героев сказки о царе Салтане. Мастер признается, что изображать персонажей, придуманных самим Пушкиным, занятие необычайно увлекательное. Очень интересно. Потому что вот, что здесь представлено, это одна из любимых моих сказок, к которой я обращался уже не раз. Она мне знакома, она чуть ли не наизусть. Вот это все. И, опять же, по-своему я ее как-то трактую. Не как обычно, там другие художники, а по-своему. Фольклорные мотивы, явления природы, времена года. Все, что необъяснимо и не подвластно логике в основе сюжетов лопатинских миниатюр. Немного пофантазировать вместе с палехским автором могут теперь и посетители Ивановского художественного музея. Елена Белова, Олег Милюхин, РТВ Иваново.